Ну и вот прыжок над паучьей пещерой работает, то есть отталкиваемся в самый последний момент, на пробел убираем shift и тогда мы спокойно допрыгиваем на тот край, а не валимся вместе с полом. Если пройти по этому участку немного вперед, тогда вы выйдете прямо к колодцу. Ну, вы знаете о чем я, если были на этом уровне. Ну, вот в общем здесь пробежать точно можно, но я на самом деле сюда спустился за ключом от противоядия. Это нам в любом случае здесь пригодится. И как я уже упоминал, если вы араханофоб, то вам здесь будет очень комфортно. Ах ты твою мать. Не сюда. Пауки любят бросаться и травят ядом. Поэтому с ними не очень-то весело. В общем-то сражаться нам с ними всеми не обязательно. Наше дело это... Вот это место найти. Где-то здесь был, по-моему, ключ. Это можно просто пробежать мимо них, не тратить на всю эту ману. Где-то был ключ. Где-то был. Может быть здесь? Отстань. А, вот такая вот речушка здесь-то. Паук не стал за нами гнаться. Два противоядия. И ключ-орка, который здесь сидел. Вот в этих вот веточках он находится. Вот такое прикольное местечко, подземная пещерка. От пауки, конечно, это не круто, да. Так, теперь бы вспомнить, куда нам идти. А, отсюда мы пришли. Понятно. Здесь можно немножко заблудиться. Ау, вот то, про что я говорил. Противоядия не просто так нам дают. Гребаные пауки. Можно просто сделать вот так. Как говорится, любитесь. Так, если пробежать наверх. Нет, это подземная река. Поход. Тихо. Тихо, ребят. Что ж такое? Запамятовал. Запамятовал, кулашел. А, во. Во, нашел. Здесь на всякий случай. Лучше полное хп иметь. Хорошо. Укверхолаза. Ух. Боже, он за нами, что ли, идет. Дерьмо. Вон там есть. Планочка. Пошли? Нахрен. Ааа, веревка застряла. Веревка. Ай, как же вы мне уже надоели, а. Вот именно в таких случаях и... Требуется огненный шар. Что ж ты... Лук берешь. Не надо лук брать. Да, вот. После этой главы вы возненавидите пауков. Так, теперь вернемся к вопросу о веревке. Твою мать. Я застрял. Нужно сделать другую. Фу, секретка. Противоядия. Целебные зелия, зелия маны. А впереди... А впереди звуки, не предвещающие ничего хорошего. Для нас. Итак, о чем бы еще можно было вспомнить, пока мы здесь будем лазить? Это о том, откуда появились орки. Орков создали маги из крови... Это уж точно. Из крови людей и демонов, чтобы создать из них штурмовые отряды и нещадно бросать на мясо. Так, ну, заберись, скотина. Сюда. Блин, столкнуть его. О, отлично, подправился вниз. Они здесь отовсюду лезут, крысы. А мне на все хватает даже заряда пенделя. Ить! Ох, твою мать. Чуть не... Упал. Ненавижу пауков. Фух. Временная передышка. Так, здесь можно будет залезть. Или нет? Цепь. По-моему, нельзя будет залезть. Я же не допрыгну, наверное, просто туда. Или допрыгну? Не знаю. Еще перестраховаться может. А! Паук! Ух, подло! Так, вот так мы точно допрыгнем. На самом деле, если делать это достаточно быстро, то пауки вас особо и не потревожат. Вы заберетесь на самый верх. Ну, как получается. Что еще могу сказать? Что здесь? Я хочу забраться еще выше. Пока нашу ручной. Пошел нахрен. Так, хорошо. Меня интересует как-то забраться наверх. Там есть кое-что интересное. О, нет. А что, еще один? О. Сколько же, конечно же, у нас там все лезут и лезут? Волшебный пендель делает свое дело. Так. Убежище у нас все еще нет. Убежище все еще нет. Это плохо. Идь. Так, вот эта платформочка. И, по-моему, вот где-то здесь. Если веревка будет достаточно длинной и нам повезет, мы допрыгнем. Ах, они опять залезут. Что-то есть? Ненавижу, блядь, пауков. Так. До этой веревки надо как-то еще и допрыгнуть. На этом месте я немножечко сорвался со веревкой. Пришлось снова допрыгивать до этого места. Но секреточка. Стоило того, чтобы до нее добраться. Это вот верх этого самого колодца. О, бля, хамох. Как же меня эти пауки просто задрали здесь. Здесь лежит в очередной раскирка какое-то секретное оружие непонятного назначения. Запрятанное аж вот сюда. И бесконечный колчан. Зелье полного исцеления. А вот выбираться отсюда это уже другой вопрос. Итак. Давайте посмотрим. У нас есть веревки. Можно очень легко и просто навернуться. Но есть вот та веревка еще тоже. Идь, надеюсь, допрыгну... Ух, допрыгнули. Это было опасно. Ура, гребаный колодец остался позади. Показал бы язык паукам, но не хочется туда лезть. Что у нас имеется? О, 7 очков умений. Отлично! Убежище. Убежище это наша полная неуязвимость. Я не помню, впрочем, на сколько именно секунд. По-моему, на 13. Но это не точно надо будет замерить. Ммм, я вот думаю, на самом деле, вместо чего его взять. Убежище такая штука, которая всегда должна быть у нас под рукой. Наверное, возьмем пока вместо огненной стрелы. Хотя... Может быть и нет. Посмотрим. Ура! Ура! Никаких пауков. Ну ладно. Под водой есть сундук. В нем кое-какая еда. Рыбки поливают в воде. Правда, почему-то они едой не считаются. О, у нас, оказывается, все еще два кольца Феникса. Кирку я, наверное, оставлю. Не знаю, правда, зачем, но... Может быть и найдем ей еще свое применение. Я вот читал, что это в одной из следующих глав якобы нужно, чтобы добыть огненную руду на меч земного огня. Но я только в одном месте это видел, такую информацию. Так что, возможно, это бред и чья-то выдумка. Но мы узнаем, добравшись до нужной главы. Вон мост с решеткой, которую гоблины закрыли перед нашим носом. И вот я нахожусь на той самой точке, на мосту. Решил вне записи посмотреть, попробовать, можно ли сюда допрыгнуть. И с кольцом Феникса или убежищем. И тем самым гигачат прыжком. Оказалось, действительно, реально с его попасть. И тогда мы полностью минуем колодец с пауками, вот этот неприятный. Но есть минус свой. Тогда не прилетает паукай, и мы не получаем за это опыта. Ну и ништяки по пути тоже пропускаем. Так что, ну такое. Итак, по-моему здесь, здесь была одна секреточка. Давайте посмотрим, нельзя ли здесь куда-нибудь выстрелить. По-моему это место будет дальше, из лука верхолаза. Чтобы добраться в одно интересное место. Да, по-моему вот сюда. Убежище позволяет нам без наказа нападать с практически любой высоты. Ну конечно, любой разумной высоты. Не то, что вот там пропасть под нами, если какая-то бездонная. Тогда нас даже убежище не спасет. И оно же спасает нас от любого урона. Зелье маны, целебное зелье здесь спрятано. То есть можно было подняться сюда. И его забрать. Но целебное зелье у нас и так дохрена. Поэтому мы новое, к сожалению, взять не можем. А магазинов в игре нет. Иначе бы я его обязательно забарыжал. Куда-нибудь. Наваляется половинка от гоблина, что ли. Непонятно ли, что это такое. Корень какой-то. Вот советую сейчас почитать диалог. Который будет чуть впереди. Не прямо сейчас. Который будет чуть впереди. Мы можем eat an orc. Да, мы можем. Они едят сим, поэтому я едят орк. Сим, stupid, ugly, как мне. Но сим, мой cousin. Теперь он становится спиртом. Орк едет гоблина, гоблина едет орк. Мне уже вкусно орк. Это не так плохо. Один день, грим, дай мне два зелья. Дай мне при помощи и спирт. Ты помнишь, Норк? Это не паир ливер, я думаю. Что? Ты имеешь в виду, что это не паир ливер? Орк только имеет одно ливер. Я думаю, что ты паир ливер что-то еще. В общем, гоблины съели орка. Один орк дал гоблину обе печенки. Но это казались совсем не печенки. О, класс. Как говорится, в огонь, в воду и в медные трубы. Селимана, у нас что, максимум? Фига себе. Так, где-то здесь был булыжник. Я опустил булыжник. Здесь стол. На стол нельзя кидать. Впрочем, это не важно. О, 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 о. А ну-ка. Ай. Против гоблинов. Молния, класс. На-ти-ка он цепной. Ух, какая же потрясающая штука. Обожаю ее. Твою мать, еще один, что ли, там? Сколько вас тут? Флексит тут еще. Слушай, у меня есть мысли получше. Как те шипы. А? Кто там еще такой умный? А, ты? А? Хорошо полетел. Ну, побыстренько. Мы разобрались с гоблинами. Вот почему бесценно здесь молния. Потрясающая вещь. О, как раз за эльку потратили, взяли. Там впереди будет довольно пренеприятная встреча. Посмотрим в комнатках. Ничего не пропустили вроде, да? Вроде нет. Сундучок. Целемное зелье. Давайте восстановим ману сразу. У нас ожидает довольно непростой бой. Я думаю, использовать ли для него молнии. Да, наверное. Не приколоться, не взять ли нам кирку. Обратите внимание на вот этих двух гоблинов, которые стоят у стенки и флексят. Его что-то затащило внутрь. Это явно не просто так. О, циклоп. Циклоп, это не здорово. Вот почему я взял убежище. Ну-ка иди сюда, родной. К счастью, здесь есть способ быстро его глушить. Ах ты, твою мать. Походу, ему было пофигу абсолютно. Оно хорош флексить. К счастью, от него здесь можно спрятаться. Передохнуть. Пинает тут все подряд. А циклоп может пинать статуи, ты большие. Я не могу. Кстати, нужно быть осторожным, потому что он очень любит вот так в землю бить. Получил. Мы немножко адреналина набрали. Не всегда получается вот его глушить статуи почему-то. Ой. Ну что, гоблины? Их-то мне еще не хватало. Надо его в меня кидать. Лох, промазал. Получил в глаз. Интересно, телекинадом что ли можно? Я хотел приколоться. Ой, недостаточно маны. У меня был звук, как будто убежище включилось. Как Троцкого. О, класс. Давай, давай, давай. Получил. Хочу взять. Меч. Ладно, подойдет. Узывная. Пенделя. Блин, а где же у меня меч? Я, похоже, меч... Нет, не выкинул. Я ваш окулист. Забыл, что у меня есть короткий меч. Такой, смотрю, длинный в инентаре. Циклопа убили, считайте, что ледорубом. Итак. Нам теперь нужно подняться в верхнюю часть храма. Почему-то продолжает играть боевая музыка. Не знаю, может так забагалось. Неизвестно. Меч можно убрать. Посмотрим, не осталось ли здесь что-нибудь ценного для нас. Какая-то комнатка. Посмотрим, скажи, чем глазом. У меня тут просто лежит какой-то труп. Зачем-то такие подпорочки, в которые можно стрелять веревкой. Уже не знаю, зачем. На самом деле, циклопа можно было убить и огненной стрелой. То есть на ней набирать андреналин. Легко и просто. Восстановим ману. И вот здесь есть одно интересное место. Обратите внимание. Здесь такой есть красный бассейн. В нем можно восстанавливать хп. У нас бегут гоблины. Пока не советую с ними ничего делать. Во-первых, можно сделать вот так. Но есть мысль интереснее. Здесь есть бассейн, который восстанавливает нам ману. Пусть идут сюда. Пусть прыгают в бассейн. Молния убивает в воде мгновенно тех, кто к ней уязвим. Ну и возможно, что орков тоже, не знаю уж насчет людей, трупы не убивает. Мы восстанавливаем ману. Позабавились. Прикольно получилось. Эти двери закрыты ключом паука. О, кстати, статую. Можно было вообще ей убить. Ключа паука у нас нету. Хотя странно, потому что мы в первой главе открывали. Здесь, по-моему, ничего нету. Здесь такой намек, что были ловушки. Потому что лежит башка от гоблина. И сундук пуст. Видимо, один разминировал, а другой... А другому не повезло. Так, статуя. Наверное, на постаменте какой-то из них нет. Не так ли? Давайте посмотрим. А, тут есть, тут есть. А где же нету? Наверное, на той стороне? Хм. Так, запомним, что она тут лежит. Что-то забыл уже эту секретку. Если это она. Конечно. Странно. Статуя на месте. Может быть, все-таки там я что-то пропустил. Ну, она синий... А, подсвечивается. Подсвечивается, значит, это точно секретка. Куда же ее нам поставить? Должен же быть пустой постамент. А, вот он. Так, спрятан. Зелье полного исцеления. Зелье маны. Целебная. Она неплохо. Так, меч можно убрать. Наверное, возьмем посох. Отражение. Еду можно потратить. Еда нам не нужна. Коблинский щит. Нахрена нам нужен. Кстати, подобрали колечко интересное. Вот это. Кольцо восстановления. Постепенно восстанавливает хп. Воину, наверное, пригодится. Если хп потерял. Вот этот бассейн восстанавливает здоровье. То есть, в случае с воином, довольно будет актуально. Так. Время проверить, работает ли посох отражения. Ну-ка, давайте. Я думаю, это плохая идея. А, здесь огнеметы, да. Здесь не ловушки. Ну, вот почему я люблю классмага. Пофигу на ловушке, здесь свитки лежат. И можно пробраться в соседнюю комнату. Не помню, вот здесь есть ловушка или нет. Нет, здесь ловушек, к моему сожалению, не было. Тоже куча свитков, которые нам пригодятся. И посох властелина огня. Как же он у нас выглядит, этот посох. Более актуальная вещь, но требует ближний бой 1. Ближний бой 1, я думаю, вкачаю. Штуку полезную. Эп, на почек просто под убежищем пройду. Делов-то. Что же, нам... Нам здесь не получится зайти, поэтому восстановим ману. Ну, о, ману, считайте, бесплатно восстановили. Класс. А где-то, по-моему, здесь был подъем. Да-да-да, вот оно, вот оно, вот оно. Нашел его. А здесь было закрыто, поэтому тут подняться было нельзя. Давайте посмотрим, не пропустим ли мы чего-нибудь интересного здесь. Кошачий глаз. А, понятно. Это подъем, значит, туда, а это туда. Давайте посмотрим. Нет, просто булыжник лежал. Ну, можно взять с собой булыжник, почему нет? Ну, может быть, он нам пригодится впереди. О, сундук. Потрошители. Очередной кинжальчик. Но, к сожалению, можно взять его лишь, если у вас скрытность 2. Лишь 4% к шансу нанести крит. Интересная вещица. Но, не более того. Что же. А, короткий меч. А, ну, меч выбрасывать не будем, ведь меч нам пригодится. Мы можем, кстати, носить теперь и длинный меч. А, короткий меч можем выбросить, раз можем носить теперь длинный. На самом-то деле. Так, кирку, наверное, уберем. О, вот это опасное место. Я его помню. Это что? Кость? Новый челлендж. Убить всех врагов косточкой. Нет. Не получится, она сломалась. Это... Это, видимо, лучник, которому не повезло. Не знаешь, чем украсить дом? Украшивай шипами. Давайте, наверное, вместо посоха властелина огня возьмем себе огненную стрелу. Итак, здесь... Как помню, при каком-то шухере орки десантируются сверху, поэтому можно... нанести превентивный удар. Твою ж... Я не отхотел сделать. Тихо-тихо. Там где-то должен быть лучник. Здравствуйте. Что, хорошо вам там втроем? О, у меня же есть молния. Вы еще живы? Разобрались. Они там тупили, потому что им мешал огонь пройти. И это здорово. Так, сейчас, наверное, воспользуемся заморозкой. Заморозка мне здесь больше нравится. Можно обратно взять посох властелина огня, чтобы сбивать орков с ног. Блин, как же это хрена? У меня всяких свитков, надо будет их обязательно использовать. Целебное зелье, которое пока не пригодилось. Так, там никого еще нет. Вроде нету. Обрыв. Довольно живописный. Там какая-то пещера вообще, что ли? Такие вот они, острова Пао. Скалистые, высокие. Орки предпочитают возводить строение наверху. Техника безопасности их совершенно не заботит. Да, такой совершенно ненавязчивый таран. Ммм, интересно, что же он тут забыл? Наверное, он тут показался как-то случайно. И тут у нас комната полная всяких ништяков. Мана, противоядие, полное исцеление. Это что? Каменная кожа. И самое интересное, это вот эта гробница. И здесь лежат кинжалы молний. Я обожаю просто эту штуку. Наверное, я даже возьму ее вместо огненной стрелы. Потому что огненная стрела нам пока не нужна. К сожалению, кинжалы молний требуют ближку-2, но этого стоят они очень красивые. Вот эти мне нравятся. Поэтому я их обычно за мага всегда беру. Тоже. Вот так они выглядят. Красивая штука. И действительно, на них есть зачарование молнии. То есть они врагов, которые к ней уязвимо шарошат только так. Нравятся они мне. А вот и подъемник. Вот здесь, в комнате над подъемником, ну вот этот прогал, здесь лежит секретка. Но с вас добраться можно, когда мы его починим. Сейчас он просто не поедет, потому что... Да, Зана умеет подбодрить, конечно. О, а таран можно и террегинезом, оказывается. Что ж, остается только дорога наверх. Отсюда мы на лифте не поедем. Можно быть внимательным, потому что могут быть орки. Не могут быть. Они здесь точно есть. А еще где-то здесь есть волшебный гриб. Так, надо посмотреть, если там кто-то впереди, потому что, как бы, по моей памяти, есть. Обожаю вот, как здесь я реализован, а выглядывание из-за стеночки. Только в этой игре такое видел. Ну, не знаю, может где-нибудь еще есть, конечно, но не факт. ТЕТА СПОРТА! Хе-хе-хе. Не мелкий пахостник. О, лучник на мосту. Каково время. Ха-хе! Получил по-кумпову. А? Ты че, подскользнулся на ровном месте, что ли? Так, там лучник. Лучник, это нехорошо. Ну, можно сожрать как раз пару серебрных зелий. Че, думаешь, чей труп? Сейчас узнаешь. Блин. Ну ничего, сейчас мы это исправим. Да, вот эти подборочки деревянные, они здесь сломаются, так что стоит быть осторожнее. Даже орки их могут сломать. Что же, поскольку мост мы уничтожили, то придется идти немножечко другим путем. А! Вот почему я говорил, что нога — наше самое лучшее оружие. Главное, ману держать. Ага. Я обожаю это место, когда орки кубарем катятся вниз из башни. Ну, ты даже не посмотришь на меня. Давай, посмотри. Чудеса, карбатики. Показываю торг. Тут, если посмотреть с кошачьим глазом вниз, то обнаружится, что и здесь есть какая-то лестница. Но я чё-то не хочу туда вниз прыгать, потому что я совершенно не вижу, за что зацепиться веревкой. И, скорее всего, если мы туда упадем, то даже с убежищем нам ничего хорошего не светит. Есть у меня такое подозрение. Лежит отравляющий лук, но нахрен он такой нужен? Кувшин с маслом. Разработчики предусмотрели множество различных способов уничтожения врагов, конечно. Не дать, не взять. Но чё-то я вот не вижу здесь под порочки. Может, лежала какая-то секретка. Но, насколько помню, ничего особенного важного. Ну, если она, конечно, там была. Наш же путь лежит через вот эту вот узкую тропинку. Я помню, что здесь точно был волшебный гриб. Поэтому по памяти за ним сюда пошёл. Уберём оружие. Здесь стоит ходить осторожненько, потому что можно очень легко упасть. Рассломали мост. Надо чинить за собой. Берём лук вверхолаза. И надо бы взять вместо чего-нибудь кинжала. Вот вместо чего? Вместо огненной стрелы, наверное, возьмём обратно. Так. Надо прыгнуть. Надо прыгнуть! Запрыгнул. Ура. Орки там в башне тусят. Это я помню. Тю-тю-тю-тю-тю. Поезжай. Какая-то невидимость здесь. Ну, чё, у нас есть убежище. Что? Мне как бы пофигу. А чё, у меня есть кинжалы молнии? Где он? Только я вот не вижу. Ах ты, скотина. Чё, хочешь подраться, да? Давай, подерёмся. Чё, будешь руками драться? Здесь лежит некроманский меч, кровопийца. А мы его, правда, носить не сможем. Это обидно. КОНЕЦ КОНЕЦ